Шокирующие подробности о вечном двигателе из Индии. Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Рафаэль Андреал. Обязательно делитесь этим видео, а также показывайте его друзьям и ставьте лайки. Сегодня мы посмотрим на очень интересный индийский БТГ-генератор. Это генератор мощностью 50 кВт. И они покажут, друзья, как он реально производит работу. То есть установят много насосов, и мы это с вами увидим. В отличие от тех генераторов, которые показывают в интернете, чаще всего бывает, что это фейк и неправда. Но здесь, друзья, что-то интересное. Потому что видео не минутное, а огромная демонстрация этого генератора. Свободной энергии. Ну что, друзья, а мы начинаем. Приятного просмотра. А для тех, кто забыл или не знает, что значит БТГ-генератор или вечный двигатель. Это механизм, который способен выдавать больше энергии, чем потребляет. На примере мы рассмотрим американский вечный двигатель, земной двигатель. Или как у них он теперь называется, квантовый двигатель. А также знаменитый БТГ-генератор Слободяна Андрея, который жил в Корее. Друзья, а теперь давайте посмотрим, как эта установка работает. Сейчас нам показывают изобретателя этого вечного двигателя. И далее мы уже видим, как работает сама установка. На самом деле, все реально выглядит очень просто. Но если здесь нету, скажем так, своеобразных подвохов. Если с точки зрения логики смотреть, то здесь все просто. Стоит мотор, который вращает огромный маховик весом более двух тонн. И далее все это через редукторы понижается или повышается. И передается уже на генератор. И следовательно, где-то здесь появляется огромный плюс. Поскольку они периодически отключают устройство от сети. Сначала раскручивают, соответственно, с помощью электричества из розетки. Потом показывают, что по проводу ничего там не протекает. Да, никакого электрического тока. И после этого мы видим мощность. Которая будет направлена на огромное количество водяных насосов. Мощностью примерно по 2 кВт. Так что выводы, друзья, делайте сами. БТГ по-любому есть. Главное стремиться к этому и продолжать изобретать. Приятного просмотра, друзья. В общей сложности у них 50 лошадиных сил. И это стартеры для каждого из них. Так что, как ты видишь, у нас их около 10. Всем доброго вечера. Меня зовут Рошан Джояром. И я являюсь представителем компании Green Cairo PowerTech Private Limited. Вместе со мной находится сэр Мистер Рамрадж. Сэр на самом деле является великим изобретателем частной технологии. И он присутствует среди населения. Итак, сэр, как у вас дела, сэр? Как у вас дела? Это замечательно, сэр. Просто замечательно. Сэр, у вас все хорошо. Так что, если ты на самом деле не придешь сюда и не увидишь сегодняшнюю дату, то это 28 февраля, среда 2024 года. Итак, сегодня мы покажем тебе демонстрацию нагрузочного тестирования технологии 50-киловаттного сетевого маховика. Так что, если ты пойдешь со мной, я просто проведу для тебя небольшую экскурсию по всему, что здесь есть. Итак, как вы все уже видели, это электростанция мощностью 50 кВт, которая находится здесь. Мощность генератора переменного тока составляет 50 кВт. У нас есть распределительная коробка, а также данные о биологическом разнообразии. Так вот, если бы ты мог видеть, что от трансформаторной линии идет кабель, который входит внутрь. Таким образом, есть вход, который также поступает и выводится наружу, что и происходит. Таким образом, импорт осуществляется с помощью баском, и вы увидите, что есть еще один большой кабель, который входит вот сюда. Так вот, это видно по этому кабелю, который подключается непосредственно к источнику питания, а затем к двигателю мощностью 15 литров S, если вы заметили этот кабель. Он идет прямо к нажмите на стартер, и с этого момента вся машина начнет работать на нем. А теперь, чтобы показать, что нагрузочное тестирование, как правило, проходит успешно, мы подключили его к серии из пяти двигателей мощностью 5 литров S. Так что у нас их 10. Таким образом, их общая мощность составляет 50 лошадиных сил, и это стартовые характеристики каждого из них. Как вы могли заметить, у нас здесь около 10 панелей из 10 возможных. На каждой из них есть кнопки пуск и стоп. Так что мы будем нажимать по отдельности одну за другой, чтобы показать увеличение нагрузки, которая, как правило, увеличивается с 5 до 50 лошадиных сил. Таким образом, произойдет 10 приращений. Таким образом, за эти 10 шагов мы сможем реально оценить нагрузку, которую может выдержать установка мощностью 50 киловатт. И исходя из этого, мы сможем показать вам и доказать, что этот конкретный тест может быть успешно проведен. Так что давай посмотрим, как именно это работает. Прямо здесь я с большой гордостью хотел бы представить тебе сэра Шривасу. Так вот, сэр на самом деле является председателем компании Green Gyro PowerTech Private Limited, и, как я уже упоминал ранее, Шри Рамраджам, сэр. Итак, для всех тех, кто на самом деле мало что знает о том, что сэр был изобретателем, сэр на самом деле был фермером, но поскольку у него был энтузиазм к электромеханическим вещам. Он посвятил около 32 года своей жизни, он посвятил этому изобретению, которое вы на самом деле видите здесь. Так вот, благодаря этому мы получили это замечательное изобретение, и он также является частью нашей компании. С этого момента мы собираемся рассказать вам о том, как именно эта конкретная машина продвигается вперед. Так что, пожалуйста, следуйте за мной. Сэр, с вашего разрешения могу я продолжить? Пожалуйста. Большое вам спасибо, сэр. Так что, пожалуйста, приходите. Я покажу вам, как все это работает. Итак, первого числа нам нужно будет запустить машину. Итак, перейдем к началу, здесь все представители компании Гринджира Пауэртек. Так что теперь мы действительно начнем работать с машиной. Так что, если вы видите, что сперматозоид ввел входные данные, то мотор начинает работать. Так что, если вы пойдете со мной, маховики начнут вращаться, что приведет к тому, что вся последовательность действий будет осуществляться от генератора переменного тока. Нам нужно подойти к распределительной коробке. Сейчас в распределительной коробке ты услышишь какой-то особенный шум. Как только ты услышишь шум, это будет означать, что питание синхронизировано. Давай подождем, пока не услышим шум. Итак, теперь ты услышал этот конкретный шум, который означает, что питание синхронизировано, и тогда ты действительно увидишь здесь, что количество киловатт, которое отображается, равно 40 киловатт. Сейчас мы отключим источник питания. Так что теперь мне нравится то, что я сказал изначально. Мы отключили питание от SCAM. Так что теперь мы отсоединим вот этот штекер от розетки, который находится здесь. Итак, ты слышал, что произошло отключение. Теперь мы живем в доме, где выдергиваем штикеры, чтобы показать, что на вход не подается питание. Итак, вот здесь мы взяли штикеры, мы оставили их здесь, и если вы также заметили, здесь есть нулевой вход, который поступает внутрь. Вы входите со всех сторон. Обрати внимание, вода все еще течет. Вот это и есть эстакада. Здесь ты видишь быстроту, реальность, о которой мы на самом деле рассказываем. Так что ты это заметишь. Посмотри на эту вегетарианку Зои, мы получаем 49 ампер. Осталось 53 часа. Это показывает, что энергия вырабатывается. И это тоже происходит без каких-либо затрат. Итак, мы подходим сюда, и вы снова видите то, о чем я говорил ранее. Киловатты, 40 киловатт. Сейчас вы увидите прибор, который измеряет биоразнообразие. Этот измеритель биоразнообразия на самом деле показывает, как происходит импорт и экспорт электроэнергии. Так что вы могли бы обратить внимание на конкретный кабель, который проходит вон там. Это кабель, идущий непосредственно от электросети, и он вернется обратно в электросеть. А теперь перейдем к этому вопросу, если вы пришли сюда, чтобы показать вам реальную работу по нагрузочному тестированию. Так вот, значит, из-за чего бар смывается в мотор. Давай начнем с этого. Ты можешь это заметить? Вот это и есть трос. Тот самый трос, который мы на самом деле удалили. Как видишь, это только начало. Никакого дополнительного питания не требуется. КОНЕЦ КОНЕЦ Судя по шине, на ней должен быть выход. Этот кабель проходит вот сюда. Вот другие наши панели, которые я буду делать. А теперь, если ты видишь, что у каждого из них есть кнопка пуск и стоп, то ты увидишь, что у каждого из них есть кнопка пуск и стоп. Мы будем по очереди загружать каждый из двигателей мощностью в 5 лошадиных сил. Так вот, здесь наш другой представитель Green Gyro будет продолжать работать. Вот те кабели, которые вы можете видеть. Здесь у вас есть 2, 4, 6, 8, 10 и 10 кабелей к 10 двигателям мощностью по 5 лошадиных сил каждый. Итак, ты увидишь, что здесь есть 5 двигателей 1015, 2025, 3035, 4045 и 50. Итак, у нас есть 10 двигателей, которые установлены вот здесь. Так что сейчас кто-нибудь включит каждый из этих шортеров по очереди. Примите мои поздравления. Примите мои поздравления. Примите мои поздравления, потому что мы видим, что нагрузочное тестирование завершено. Таким образом, мы успешно провели нагрузочное тестирование всей 50-киловатной высокотехнологичной системы, и вот здесь вы можете увидеть ее реальную функциональность. Мы показали вам всю демонстрацию целиком. Так что это большой праздник для компании Green Gyro Power Check Private Limited, и у нас здесь есть 2 человека, изобретатель и председатель правления.